А была ли площадь Жанаузена мирной и праздничной накануне беспорядков 16 декабря? И почему под жизнеутверждающие песни огромное число людей стало вдруг разом вести себя хаотично и агрессивно? Когда непривычно и демонстративно безоружная полиция незаметно сменилась на агрессивный ОМОН? Мы решили изучить несколько версий того, что впоследствии обернулось десятками жертв временной анархии, беспомощностью власти и безнаказанностью силовиков. Жанаузень, 16 декабря, около 11 утра. На центральной площади с юртами, которые установлены накануне в приказном порядке, несколько тысяч человек. Среди них 800 уволенных работников. Другая группа 120 невооруженных, по утверждению Генпрокуратуры, полицейских. Еще одна часть собравшихся – это молодежь и горожане, пришедшие на праздничное гуляние. В 11 на площади появилась колонна старшеклассников и студентов колледжей с флажками и плакатами. Их в обязательном порядке собрали педагоги. Со сцены громко звучат песни про Астану, Казахстан, независимость. Съемочная группа видеопортала «Астан», которая освещает забастовку с первых дней, 16 декабря тоже была на площади. Напряженная атмосфера была уже 15 числа. 15 числа нефтяники предупреждали, что может быть какая-то провокация со стороны неизвестных людей. То, что когда ставили юрты, они говорили, что некие люди могут сжечь юрту и подумать, что на них. И в тот же вечер они официально заявили, что они уходят с площади. По официальной версии, около 11 часов утра, хулиганствующие элементы попытались физически перекрыть путь к движению праздничной колонны мирных жителей города, среди которых было много детей, сопровождая свои действиями, тензурной брони и угрозами. Генпрокуртура впоследствии привела в пример смерть учителя от Эбергена Дюсикенова, которого якобы убили хулиганы за то, что вывел детей на площадь. Имеются другие пострадавшие с дробовыми огнестрельными ранениями и телесными повреждениями, подчеркивая в главном надзорном органе. Такого лужа у полиции, дескать, не было, и она вообще на площади с нападавшими в контакт не вступала. Спецсредств не применяла и здоровью не вредила. Однако это противоречит сообщениям с мест о жертвах и раненых в первые же часы беспорядков. Сейчас же в наузине репортеры пытаются связаться с семьей Эбергена Дюсикенова и тех, кто видел его гибель на площади. Те, кто был утром на площади, утверждают, объектами агрессии были вовсе не школьники и студенты. Атмосфера в 11 утра накалилась из-за наметившегося противостояния полиции толпы, в которой агрессивно вели себя молодые парни в черном. Спустя несколько минут на площадь заехала машина с продуктами для праздника. Кто-то из толпы швырнул в нее некий предмет. Силовики отреагировали. Завязалась потасовка. Официальная установка о появлении неких хулиганов, которые принялись вдруг громить сцену и вообще в тот день заявились на площадь, вооруженные палками, бутылками, зажигательной смесью, а позже откуда-то взялающие дробовики, оставляет сомнение. И не отвечает на вопрос, что вообще могло спровоцировать людей, а именно пресловутых молодчиков в черном или уволенных нефтяников, которые власти напрямую вроде бы не обвиняют, но при случае именуют агрессивно настроенными лицами. По словам жительницы жена Озена Акирке, чиновники сами спровоцировали людей на площади 16 декабря. Праздник шел очень хорошо, но тут начальники, евшие мясо, кинули нефтяникам кость. А прямо во время праздника прокурор Озена заставил ОМОН распилять газ в сторону народа. И тогда нефтяники восстали. По хронологии, опубликованной Генпрокуратурой, после инцидента с нападением на продуктовый УАЗ хулиганы использовали забастовщиков как таран и прорвали полицейское отцепление. Затем они перевернули новогоднюю елку, разрушили юрты и сцены подожгли полицейский автобус. Разникшие таким образом массовые беспорядки были продолжены зачинщиками, которые стали избивать мирное население и разбивать припаркованные рядом с площадью автомобили. В половине первого молодежь покинула площадь. Как явствует из хронологии Генпрокуратуры, около 500 человек напали на здание компании Озен Мунайгаз, подвергли его разграблению и подожгли. Аналогичные действия были осуществлены в отношении гостиницы Аруана. В 12 часов 50 минут около 70 участников беспорядков ворвали в здание городского акимата. Стали разрушать мебель, оргтехнику и поджигать кабинеты. В 17 часов загорелся дом главы Озен Мунайгаза, а в 7 торговый дом Флупак. В 23.00 подожжен акимат пригородного поселка Тингем. По версии Генпрокуратуры, если на площади хулигана орудовали палками, то в акимат они уже ворвались оснащенные огнестрельным оружием. Чтобы остановить мародерство и задержать его участников, с 17.30 же на Узене начат зачистка территорий. Но выстрелы начали звучать гораздо раньше, опровергают очевидцы с площади. По их словам, когда толпа вытеснила полицейских, часть молодежи пошла перекрывать дороги. Затем появился дым. Это загорелось здание Озен Мунайгаза. Пока народ глазел на это, на площади появился ОМОН и открыл огонь.